Применение случайных чисел и одновременно другой вещи, которая называется односторонней функцией. Но, я не знаю, слышали вы про это или нет, а если не слышите, то можете пытаться догадаться. Давайте попытаемся спроектировать систему, вот тоже как в социальной сети. Есть пользователи, у них есть пароль. Для использователя он выбирает свое имя, там Вася, и пароль, там 1, 2, 3, 4, 5. Очень многие Вася выбирают такой пароль. Но это не очень быстро, но тем не менее, значит, они выбирают. Теперь, а мы должны разработать программу, которая это такое, значит, все эти пароли хранит. И потом, когда приходит пользователь и выбирает свое имя, мы у него должны спросить пароль и проверить, что пароль правильный. Значит, ну, самое простое решение хранит список всех паролей. Просто вот всю эту таблицу хранит. Там Вася, 1, 2, 3, 4, 5. Там Яша, А, Б, Ц, Д. Так тоже иногда делали, но тут есть большая опасность. Тут это то, что называется security hole. По-английски дырка в безопасности. Как вы думаете, какая здесь есть угроза? Если вот вы знали, что там в сети, я не знаю, какой-то, вот применяясь такой метод. Чего бы вы опасались в первую очередь? Пароли могут повторяться. Пароли могут повторяться. А в чем в этом опасность? Нет. Если мы разрешаем пользователям самим выбирать пароли, то мы этого избежать не можем. Мы не можем повлиять на то, какие пароли они выберут. Это тоже, конечно, современные системы говорят, что пароль у вас плохой. Нам он не нравится. Но давайте пока этого не рассматривать, а просто считать, что какие пользователи сказали пароли, такие пусть и будут. Так что это уж неизбежные последствия. Если кто-то употребляет какой-то вайс, употребляет пароль 245, мы не будем ему мешать, он сам себе вырвал яму. Тут уж ничего не поделал. Но тем не менее, даже если вы аккуратный пользователь, и даже бросаете монету, чтобы найти замечательный пароль, который ни у кого больше не используется, и который никак не догадаешься, тем не менее, реально, если кто-то применяет такую систему, то у него есть некоторая опасность. Какая опасность? Ну, угадать, конечно, я могу сказать, что я Вася, и набирать сначала там 1, 2, 3, 4, 5, потом 5, 4, 3, 2, 1, потом еще 4. Но тут тоже, если мы не запрещаем пароли, которые, если мы не влияем на пароли пользователей, то мы с этим ничего сделать не можем. Но есть некоторая опасность, от которой можно спастись, и которая в этой сети есть. От недобросовестных администраторов, или хакеров, или еще чего-нибудь. В чем состоит эта опасность? Что может администратор, например, или какой-нибудь хакер проникнуть под видом администратора. Что он тогда может сделать? Он может списать весь этот список. А после этого он может выдавать себя за любого использования. И это один раз, списав такой список, он может полностью всю защиту ликвидировать. После этого он может за кого угодно себя выдавать. Теперь, казалось бы, есть такая проблема. Если машина не хранит этих паролей, то проверить ничего нельзя, как мы будем проверять, если в машине пароли неизвестны. С другой стороны, если машина их хранит, то тогда тот недобросовестный администратор, который проникнет и посмотрит на этот список, сможет себя впоследствии выдать за любого пользования. Вот кажется, что это некоторая неизбежная проблема, и тут ничего не сделают. Но это не так. И некоторые, давно уже, некоторые хитрые люди придумали некоторые улучшения, которые частейшие проблемы решают. Какое? Может быть, каждому пользователю выдать уникальный шифр, и этот шифр записывать в текст, и потом его при законе проверить? Не понял. Каждому пользователю выдать шифр, чтобы он что? Чтобы он его запомнил как второе. Число. То есть, допустим, он создал свой аккаунс, и ему говорит, что ваше кодовое число 5, 3, 9, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Не сообщает. Не сообщает. Но опять привязано. А где-то внутри говорит, что этому товарищу привязано число, я не знаю, 5, 7, 9. Какое-то число случайно выбрали. Да, и это число записывается на компьютер. Да. И при этом, когда пользователь выбивает свой аккаунт? Вот снова пользователь заходит и говорит, что я Вася, и пароль мой 1, 2, 3, 4, 5. И что тогда? Проверяется. Проверяется совпадение чего с чем. Я не понял. У нас для Васи компьютер хранит геополе число. Но это число Вася сам не знает, и нам его не называют. Что же мы тогда можем проверить? Да. Другой вариант. Например, тот же самый мобильный аутфик даток. То есть еще один, скажем так, пароль дополнительный, то есть.. То есть пользователь сообщает еще один пароль. Да, но он уже только, он составляется опять через этот random. То есть действительно в течение есть. Это и есть такой способ, вы заходите в какие-нибудь госуслуги и вам говорят, что ваш пароль «д morality» заправиваешь. И вам, конечно, если пользователь аккуратно его запишет на бумажечку и будет каждый раз пароих набирать. Или что? То есть у вас, опять же, Вася 1939, его пароль 1, 2, 3, 4, 5. Да. У тебя есть на телефоне программа, в которую ты тоже заходишь, и там Вася 1999, его пароль 1, 2, 3, 4, 5. У тебя есть аудификатор, на который приходит, например, каждую минуту, какие-нибудь рандомные числа. Нет, так а что система-то проверяет? Вот программа социальной сети, что должна проверять? То есть она сообщает какой-то новый пароль, и это запоминает мобильный, этот самый, мобильный программ. Нет, то есть есть в течение какого-то времени для того, чтобы зайти на твою папу. А, то есть просто проверяется, тогда даже и паролей не нужно. Просто в программе с 1979, известно, как у него телефон. Ему говорят, что вот вам, вот ваше контрольное число, посылаю вам контрольное число, введите его, и тогда мы вас пустим. Тем самым, ну, так делает Google, то, что называется, двухфакторная аутентификация. Это вполне разумный способ. Это, можно сказать, следующий шаг. Этот пользователь требует чего-то, чтобы у него мобильный телефон. Жутко неудобно, когда за границей. Ну, это зависит от режима робота. Да, 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 жутко неудобно. Но, действительно, вот если вы телефон потеряете, вот так, это будет некоторая совершенная катастрофа. Вот я потерял, на самом деле, несколько месяцев назад, и после этого, там, все двухфакторы на аутентификация, пока я там не заводил новый телефон, все это не действовало. Причем, как раз в тот момент, когда срочно нужно было сообщить, там, что то и все, потому что, естественно, что это самое важное, самый опасный момент, когда же потеря. Вот. Ну, хорошо, и возвращаемся к нашим условиям игры. То есть у нас нет ничего, кроме пароля, логина и пароля, у нас нет. И компьютер не может никуда позвонить. Но есть некоторое усовершенствование по сравнению с хранением паролей. Какое? То есть я могу хранить его в другом виде, как то, что я убиваю буквами, а он хранит в каком-то там другом виде. О, это вот гениальная идея. Я, кстати, даже не знаю, кому она пришла в голову первому, но не вам, естественно. Но, значит, я и не могу сказать точно. Идея такая. Давайте сделаем некоторое преобразование паролей. Значит, у нас имеется пароль. Сам пароль, он преобразовывается в какое-то, ну, это иногда называют там кэш-значением, а теперь не очень точно. Ну, просто некоторые правила преобразования. Какие должны быть, вот, какое, что мы должны от этого преобразования, чтобы это все было полезно, что мы должны от него хотеть? Все пароли, все буквы заменяем в нули. Чем оно плохое? После этого разные пароли будут легко вытасить один за другой. То есть идея стоит в том, что мы пароли не храним, а хер-значение храним. И каждый раз, когда пользователь вводит новые пароли, мы вычисляем заново это хер-значение и смотрим, совпадая, как и с собой в другом прошлый раз. Но если разным паролям, соответственно, одинаковые хер-значения, то опасность в том, что пользователь ведет не то, а значение будет такое же, и это то. Значит, первое стребование, это называется, что разные пароли переходят в разные значения. Ну, научно это называется инъективность изображения. Это одна проблема. Другой вариант. Представьте, что вообще поленились писать такую программу, и ничего не преобразовывая. Или там просто пароль пишет в обратном порядке, все буквы. Чем это плохо? Очень явно. Это очень явно. Значит, нужно тем не менее, чтобы какая-то вещь была трудной. Что должно быть трудной? Мы можем использовать что-то похожее на ошибку, задрек. Нет, это можно пытаться. Нет, прежде чем того, как этого добиться, давайте спросим, чего мы хотим добиться. Что будет делать злоумышленник? Злоумышленник украдет теперь базу, где есть все логины и все хер-значения. И чтобы выдать себя за правильного пользователя, что он должен сделать, и что должно быть сложным. Он должен придумать функцию, которую... Научно это называется обратная функция. То есть восстановить пароль по хер-значению практически нельзя. Ну, как сказать, сложным. Что стало лучше? Теперь мы... Чтобы выдать себя за другого пользователя, надо не просто убрать эту публику, но восстановить значение всех паролей, восстановить все пароли по их хер-значению. Тут я вам могу сказать, что это как бы основная нерешенная проблема современной, там, она не математики, а такой компьютерной математики. Это вообще бывают и такие функции. Бывают и... Это называется отновленная функция. Ну, может, вы когда-нибудь слышали, я не знаю. Кто слышал про проблему, там, проблему перебора P равно NP? Кто-нибудь слышал это, что там миллион долларов за нее дают? Да. Ну, вот это более-менее это проблема. То есть есть ли такой способ любую такую функцию взломать? Вот если P равно NP, вот иногда публикуют статьи, что P равно NP. Это вот вы знаете, что после того, как статья опубликована, все ваши секретные данные, если они вдруг окажутся правильными, пока этого ни разу не было, и думают, что и не будет. Но если эта статья вдруг окажется правильной, то с этого обновления все ваши секретные данные в опасности. Потому что это часто используется. Но какая после этого, последнее, что я хотел сказать, какая после этого, тем не менее, есть угроза? Что делают хакеры? Они берут, например, все слова, которые есть в языке. И у каждого из них вычисляют эту самую хэш-функцию. После этого они уже знают, по крайней мере, про некоторые слова, заранее вычислив, они могут приходить на все вычисленные центры, смотреть, какие у них есть пароли, и смотреть, нет ли людей с паролем в этой таблице. И тем самым, правда, не все пользователи в опасности, но зато так и во всех вычисленных центрах есть угроза пользователей, которые использовали словарные слова, ну или слова, там, близкие к словарным, или часто встречающиеся, или что-то такое, они все в опасности. И вот, значит, что я хотел сказать, последнее, это каким образом можно помочь в беде, используя случайные числа. Вот вы можете разработать некоторую схему, это уже сейчас, я думаю, это легко понять, несложно понять, потому что не очень просто. Значит, которая бы лишила возможности хакера заранее вычислить все слова, пароль от всех слов английского языка, и потом с этим файлом ходить по всем вычисленным центрам и ломать там все системы. Вот что бы вы рекомендовали сделать, как для этого использовать случайность? Есть ли континент? Да. Можно, конечно, выдавать каждому пользователю, говорить, что он изменял пароль в конце сессии и делал новое. Это так делается, но это усложняет жизнь пользователя. Пока мы договоримся с точки зрения пользователя, ничего не изменится. Все будет как раньше. Но мы будем хранить немножко иначе, с тем, чтобы повысить надежность, чтобы отрешить возможности такой словарной атаки. Так, наконец-то. Если я нажал единичку, он зашифровал как букву А. Если я второй раз ввел единичку, то это стало букву А, там, С. То есть, применять не одно преобразование, а много разных преобразований в зависимости от чего-то. Ну, на самом деле, решение примерно такое. Оно стоит следующее. Что пароль, который идет пользователь, пусть это там А, Б, С, Д, но с этим ничего не делаем, мы никак не можем воспрепляствовать пользователю, ввести этот пароль А, Б, С, Д, но к нему мы приписываем случайные цифры с помощью функции R, сколько случайных цифр. и потом вычисляем хэш-начение. А храним, сам пароль мы, естественно, не храним, чтобы не было опасностей. И вот это. То есть, запоминаем то случайное число, которое мы сами сгенерировали, и запоминаем хэш-начение, которое получилось у всего вот этого большого. Если нам снова он, снова заходит Вася, и снова набирает свой пароль А, Б, С, Д. И это число у нас есть. Мы его снова можем приписать, снова можем применить нашу функцию, и снова получить значение. То есть, если у нас правильный пароль, он наберет правильный пароль, то все изменится. Но теперь заранее вычислить хэш-начение для всех словарных слов не получится. Потому что, пусть это слово сколь угодно словарное, реально к нему чего-то такое прибавилось. И на это все там не хватит. Мы можем проверить, вычислить функцию заранее для всех словарных слов, но не можем вычислить ее для всех вот приписанных слов, просто у нас слишком много. Соответственно, конкретная эта атака становится уже невозможной. Конечно, если враг спишет вот это число и это хэш-начение, то мы можем снова перебирать все словарные слова. Но это значит, что надо будет перебирать заново для каждого пользователя. Если у другого пользователя другое число, поэтому все и нужно будет пробовать словарные слова с этим другим числом. Соответственно, усилия, потраченные на расширку... Ясное дело, что на взлом одного пользователя никто серьезно тратиться не будет. Ну, как правило. Идея стоит в том, что можно какой-то одной процедурой взломать нам тысячу. Нет, несмотря какого одного пользователя. Ценного пользователя может быть и будет. Но, в принципе, большая часть всяких атак происходит массовое. И здесь нам это не препятствует, не усложняя задачу про одно, а про один взлом. Мы усложнили задачу массового взлома. Потому что теперь для каждого значения этого числа нужно будет выбирать, снова перебирать все словарные числа. То есть вообще, вот все эти случайные числа, они всегда нужны, когда есть какие-то противники. И тогда нам нужно... В начальной игре, вот когда кто-то задумал 10 тысяч чисел, а нужно было в них не попасть. Вот у нас был противник, мы не знали, как он действует, но действует, и поэтому случайные числа помогали нам, тем не менее, с большой вероятностью у него вынуждены. Так же, как и здесь. Что если мы используем случайные числа для того, чтобы взломщику в среднем было труднее. То есть вот это такая... В современном программировании это главное применение этих самых случайных чисел. Да. А общее количество символов было одинаково? Общее количество этих символов? Ну, лучше бы говорить, чтобы одинаковое было. Ночень перебирать быстро. Надо умножить число словарных слов и карты на число этих комбинаций. То есть, допустим, здесь 20 цифр, то это будет 10-20. Ну, если мы узнали эти числа. Чего? Ну, если мы узнали эти числа. А, если вы число узнали для данного пользователя, то для этого пользователя достаточно перебрать все словарные слова. Тут не важно уже, сколько цифр. Даже их много, это все равно. Для взлома одного пользователя, ну, если читать, кто берет пароль из словаря. По-прежнему, достаточно взять попробовать все слова из словаря. Но, раньше мы могли попробовать все слова из словаря и взломать, скорее всего, много пользователей. А теперь это нам надо делать каждый раз отдельно для каждого. Соответственно, это сильно уменьшает привлекательность и масштаб атаки. Продолжение следует...